Здравствуйте, товарищи! Почти все люди слышали про кавказских долгожителей, и это стало нарицательным. Мы же не кавказские долгожители. А про русских долгожителей мало кто слышал, и я исправлю этот пробел. Ведь на Руси тоже жили немало, и долгожителей было много. И вот сегодня про одного из них. Маленькая Лилия моложе дедушки на 140 лет. Итак, сейчас вы увидите уникальную хронику, документальную съемку Российского государственного архива кинофотодокументов, фрагменты с киножурнала «Новости дня» номер 39, дата выпуска, 1947 год, в студии ЦСДФ, режиссер Свилова. И на этой съемке нашему герою 142 года. Он родился почти в самом начале правления Александра I за 7 лет до начала Отечественной войны 1812 года с Наполеоном, а скончался в самом конце правления Сталина, пережив Вторую Отечественную войну, то есть Великую Отечественную войну. Наперед скажу тем, кто будет писать свою любимую мантру. Ну, про то, что паспортов, мол, тогда не было. А уже в СССР, когда паспорта были у всех, люди приписывали себе возраст, чтобы там получить раннюю пенсию и другие блага. Первое. Не все такие испорченные, как вы, есть и честные люди, представьте себе. Второе. В деревнях все люди друг друга знали с рождения. Так и дедушку Тишкина с рождения знали все односельчане и жители района. Не так ли? В том числе знали и те, кому в момент съемки было 90-100 лет, когда они были детьми. Их родители и дедушки говорили про дедушку Тишкина в том числе. Кто он, из какой семьи, сколько ему лет. Все об этом знали. Как и про других соседей, знали все. Но логику-то уже пора включать. И отключайте уже свой менталитет современного горожанина, когда все друг друга не знают и всем друг на друга наплевать. Да, и смысла врать ему не было никакого вообще. Так как он не собирался на пенсию, он работал всю жизнь и в этом имел радость. А известным он стал только после выхода этого фильма, на исходе своей жизни. И человек он вам, таким вот, не чета, честнейший человек, каких почти уже сейчас нет. И третье. Бывает и такое, что есть доказательства точного года, дня и даже часа рождения того или иного человека, точнее любой, даже современной паспортной отметки. Конечно, я не могу по каждому долгожителю доказать точно его возраст и минуту его рождения. Но по одному смог. На 100% из 100. Более того, я доказал, что дата его рождения, годы его жизни, точный возраст на момент смерти точнее, чем ваши паспортные данные, когда вы родились. Да, я это утверждаю абсолютно. Как я могу так уверенно говорить, вы спросите? Очень просто. Хотите доказательств? Пожалуйста. Нет проблем. Смотрите мое видео про Махмуда Ивазова, который прожил 152 года. Ссылку на это видео, полное доказательств, я оставлю вам под этим видео, по ссылке. Вот посмотрите потом это видео целиком, и тогда, если вы человек, и если вы в разуме, и если у вас есть совесть, напишите мне уже вот сюда, под это видео, которое вы сейчас смотрите, что такую чушь больше вы никогда говорить и писать не будете. Я надеюсь, что вы постесняетесь потом писать и говорить подобные глупости. И перестаньте уж говорить чушь, что, мол, раньше жили вообще 30-40 лет. Я много раз в своих видео пояснял про эту игру статистикой. Захотите, найдете. И последнее. Не пишите, пожалуйста, ерунду по поводу того, что теперь поднимут пенсионный возраст. Это глупо. Но в конце этого видео я поясню, почему многие люди так хотят верить в то, что столько люди не живут. В чем реальная причина таких желаний и радостных выкриков? И как посмотрите это видео, прошу вас написать свой отзыв, комментарий и послать ссылочку на это мое видео своим знакомым, друзьям, близким, может быть, выложить в соцсетях. Итак, приятного вам просмотра. Василий Сергеевич Тишкин, колхозник артели имени Андреева на Ставропольщине, человек редкого долголетия. Он родился в 1805 году и сейчас ему 142 года. Василий Сергеевич получает пенсию и мог бы не работать, но только в труде он видит источник своего здоровья и долголетия. Бандарничая в колхозе, он уже выработал 100 трудодней. Василий Сергеевич никогда не болел. У него и сейчас хорошее зрение. Грамоте он научился, когда ему было 100 лет. У Василия Сергеевича превосходная память. Он хорошо помнит крепостничество, произвол помещиков, Крымскую войну, отмену крепостного права, первый рабочий майор и в Астрахани. Сельские пионеры в большой дружбе с Василием Сергеевичем. Увлекательно рассказывает дедушка Василий о том, как он занимался рыбным промыслом, бил тюленей на море, бурлачил на Волге. Рад Василий Сергеевич дорогим гостям. Для них приготовлено особое угощение. Хорошо здесь ребятам. Интересно слушать занимательные рассказы и кушать ароматный душистый мед. Маленькая Лиля моложе дедушки на 140 лет. Вместе с ребятами пожелаем Василию Сергеевичу Тишкину здоровья и бодрости. Ну как, какие ваши чувства, ощущения? Напишите под этим видео то, что вы сейчас чувствуете и думаете. И слушайте, что я вам скажу сейчас. Этот дедушка никогда не болел, не имел медицинских карт, у него прекрасное зрение, только читал в очках. У него была изумительная память. Работал он до конца своих дней, был крепким, активным, шустрым, как молодой человек. Итак, колхозник Василий Сергеевич Тишкин из Ставропольского края, 1805 года рождения, по другим данным, 1806 года рождения. В 1949 году, в возрасте 143 полных лет, он дал согласие на проведение полного клинического обследования состояния своего здоровья. При росте 166 сантиметров Василий Сергеевич имел вес 63 килограмма. Кровяное давление у него было 110 на 65. миллиметров ртутного столба. И он был, дорогие друзья, абсолютно здоров. Василий Сергеевич Тишкин скоропостижно скончался в 1951 году, на 146 году своего рождения. Ему было полных 145 лет. То есть, да, кто в теме, он прожил полный славянский круг жизни, даже больше. А круг жизни составляет 144 лета. Самое интересное, что чуть позже эта история получила свое продолжение. И спустя 10 лет советские граждане узнали еще много интересного о легендарном сверхдолгожителе Тишкине из книги Бориса Могилевского «Мечников». Кстати, в СССР было немало сверхдолгожителей, которые преодолели рубеж 130 лет. Чего стоит только Шарали Муслимов, который прожил 168 лет. И о нем у меня тоже было видео. Дорогие товарищи, на моем YouTube-канале данном в специальном плейлисте по долгожителям более 20 уникальных видео с аналитическими разборами причин сверхдолголетия тех или иных людей, тех или иных национальностей. Я очень советую вам эти видео все посмотреть. Получите массу наслаждения и огромную пользу. Да, ну и вначале я обещал, что в конце видео расскажу вам, почему же люди обманываться рады. Ну что, мол, нет таких долгожителей в качестве доказательств, приводят американскую книгу рекордов Гиннесса, где рекорд 122 года. Смешно. Ну или то, что я выше пояснил и сказал, где посмотреть доказательства обратного. Ну а больше в их арсенале нет ничего. А все очень просто. Нечестные перед собой люди, понимающие, что долго они не проживут, так как пьют, курят, обжираются, мало двигаются и не хотят отказываться от глупых 7-минутных наслаждений. Особенно те, кто не горит созиданием, как ломоносов, и живут для собственных наслаждений, им проще произнести успокоительную чушь, что, мол, ничего от нас не зависит, что, мол, сейчас и так живут дольше, чем раньше, от работы лошади дохнут, ну и так далее. Но главное то, что они так просто, дешево, хотят успокоиться. Им так легче будет жить, клеветать и глумиться, так как им дольше жить хочется. Даже если они и говорят, что это не так, врут. Но у них есть понимание того, даже подсознательное, что им такое долголетие, тем более активное, не светит. Вот они и начинают повторять самоуспокоительные мантры и даже вести себя как быдло порой. Я призываю всех очнуться, перестать врать себе и окружающим, не плодить успокоительную ложь, а лучше иметь в жизни созидательную великую цель, честно трудиться, не лениться и прямо вот с этой минуты и навсегда переходить на здоровый образ жизни. А мои видео в этом вам помогут как ничто другое. Смотрите мои видео, все видео, конспектируйте их. Ведь в наши дни вредных факторов воздействия на организмы больше в сотни раз, чем было у тех людей, скажем там, сто лет назад. И нам, чтобы быть здоровым вот в наши дни, требуется прикладывать немало усилий. Надо учитывать все эти факторы и противостоять им, а это возможно. Если не заниматься самодурством, постигать знания и не лениться. Жду ваши комментарии, письма, пальчик вверх. И перешлите, пожалуйста, ссылку на данное видео всем своим знакомым, друзьям, посоветуйте им посмотреть это видео. Ну, если опубликуете куда-нибудь в соцсети, я буду только рад. И помните, под этим видео я оставлю ссылку на целый плейлист, в котором более 20 видео аналитических по долголетию и долгожителям. Ну и всего вам хорошего, до новых встреч!